Привет любителям игры Asphalt 9! Разделенный на пополам сезон новой технологии вступил в свою вторую фазу, ну или же часть под названием перезагрузка, ну и главным авто этого сезона стал уже третий добавленный в игру представитель бренда Remake, а именно Concept S. Ну что ж, давайте посмотрим повнимательнее, что это за фрукт такой, с меня как обычно обзор и сетевой тест-драйв, а с вашей стороны мне бы было приятно увидеть большое количество лайков и новых подписок, тем более что там до 6000 сабов осталось совсем крополюшечка, так что народ не стесняемся и прожимаем подписку. Ну хоть и сезон называется «Новые технологии», но на самом деле технологии производства модели Remake Concept S являются не совсем свежими, так как эта тачка была представлена еще в 2016 году на Женевском автосалоне и является более легким, мощным и аэродинамичным обновлением уже присутствующим у нас в игре в А-классе модели Concept One. Электродвигатели же этой тачки могут развить мощность в 1384 л.с., это означает, что данная тачка может ускориться с нуля до сотни за две с половиной секунды и достичь максимальной скорости в 365 км в час. Ну это я напоминаю, говорю про показатели в реальном мире. Ну а если говорить про визуал этой машинки, то ну конечно же он поинтереснее, чем у Concept One. Конечно вот этот спойлер очень много добавляет такой, знаете, спортивности данной тачки. Приписка КС на спойлере может понравиться любителям другой игры Counter-Strike. Ну а спереди, честно говоря, вот этот вот передок такой, знаете, делает ощущение как будто такая бородатая что ли тачка. Ну это кому уже как, в общем-то, нравится, да. Ну в принципе, в основном мне сзади этот автомобиль заходит. Ну и цвета, которые здесь представлены, на мой взгляд, вот только белый цвет более-менее смотрится, а все остальные, ну они какие-то, ну не совсем хорошо выглядят. Ну это опять же, на мой взгляд, я буду гонять в стоковом белом варианте. Также у автомобиля присутствует диколюха, которая разыгрывается в особом событии, она добавляет таких более красных акцентов. Ну и вот так вот преображается Visual Remake Concept S. И именно эта декаль является главным призом особого события Remake Concept S, так как на данную тачку нет ключа. И это как бы значительно повышает теоретическую возможность открыть этот автомобиль. Но, конечно, для того, чтобы это сделать, надо набрать 200 условий этой акции. Ну и, судя по тому, какие тачки здесь добавили, то, ну как бы не факт, что вот, ну лично у меня получится до 200 условий дойти. Ну, конечно, в моем случае, главные костыли, это тачки, которые здесь добавили. Вот нафига добавляют специально такие тачки, в которые не было толком никакого смысла вообще вливаться. Например, вот Франки Венто Сарпасы. Кому эта машинка нафиг нужна в игре, если она вообще толком не едет? То же самое касается и Бугатти Вейрон. Автомобиль вообще ни о чем. Ну и вот эти вот два главных костыля, и, возможно, они мне не позволят добраться до 200 условий, а было бы, конечно, интересно это сделать. И тогда реально можно было бы задуматься о том, чтобы все-таки пойти на открытие ремак концепта С, но чисто для коллекции. Ну и, возможно, именно буква С в названии сподвигло разработчиков добавить этот ремак в одноименный класс. Ну и мы тут видим ранг в золоте 4528, что ставит эту тачку в ряд серединных автомобилей данного класса. Ну и по характеристикам давайте пройдемся поподробнее. Максимальная скорость с учетом нитро не дотягивает даже до 400 км в час, а именно составляет 391. Мы понимаем, что для С-класса это как бы слабоватый показатель. Ускорение 84,5, но с учетом того, что уже регулярно выходят машинки с ускорением под 90, то, конечно же, я не могу назвать это ускорение прям очень топовым, оно среднее. Управляемость практически 80, автомобиль обладает таким весьма специфичным в хорошем смысле дрифтом, о котором я тоже расскажу во время заездов. Ну и нитро почти 70, в принципе, обеспечивает достаточно его наличие. Ну запустили нам тут отдельный сетевой сезон, но, блин, в наградах произошла просто очередная клоунада, потому что, ну как вот урезали с 50 жетонов до 30, казалось бы, ну успокойтесь вы уже хотя бы на этом, но нет, и здесь они пошли дальше, урезали еще, еще на 10 жетонов урезали. Теперь 20 всего тоже, то она вдается за 2300 очков, ну что это за чушь собачья и кошачья, и я не знаю, любое животное сюда приобрети, и все равно будет чушь. Ай, цирк просто, ну хотя бы эпик оставили, ну вот в первую очередь ради него здесь все равно надо доходить до 3000 очков, ну и поеду я на этой тачке и протестирую ее именно в золоте, в реальных условиях игры. Первая катка будет в Сан-Франциско, но я начну потихоньку рассказывать, а почему вот я назвал это видео автомобиль не в своей тарелке. Ну а все потому, что вот те характеристики, которые добавили на данную тачку, вот они так и просятся для того, чтобы быть именно в А-классе, а не в С. И вот знаете, народ, я даже решил заморочиться и составить такой вот рейтинг автомобилей и виртуально переместить эту тачку из С-класса в класс А и посмотреть, как бы она выглядела среди всех вот топовых автомобилей именно А-класса. Сравнив я эту тачку с пятью лучшими автомобилями А-класса, и вот давайте по первому показателю посмотрим, это максимальная скорость. И здесь бы этот Концепт С вот как раз четко бы вписался в А-класс со своими 391 км в час и встал бы на третье место среди вот себя, как бы и тех вот пятью лучших автомобилей А-класса. И тут конечно выиграла бы Ивола со своей максималкой. Ну вот я еще сюда вписал Концепт 1, который тоже как бы прародителя этой тачки, но вот у него конечно заметно меньше, чем у остальных, но Концепт С здесь бы как раз четко вписался и стал бы на третье место. Вот что-то я низко подлетаю. Ух ты, нифига себе, вот это сейчас четко тачка подлетела. Вообще, если бы сейчас была борьба в этой гонке на финише вот за счет этой подпрыжки, я бы мог набрать максималку в воздухе и даже победить. Но так как я финишировал один, то вот наоборот, я говорю о том, что был риск, что я разобьюсь, как бы, но все равно эпично получился финиш в этой первой гонке. Ну что ж, будут ли следующие катки такими же эпичными, как финиш в первой. Ну вот в этой сетке, знаете, не так много народу катает и порой приходится довольно долго ждать, чтобы находилась следующая гонка. Вот она есть. О, ну тут даже есть люди, нифига себе. Есть какие-то игроки, просто часто попадаются там 1х1 или тому подобное. Но вот прямая трасса в Каире теперь нас ждет. И давайте теперь вернемся к нашему рейтингу автомобилей и посмотрим по ускорению. Вот что бы было, если бы Concept S был в А-классе. И по ускорению эта тачка была бы здесь на втором месте со своими 84,5. Здесь по ускору выиграл бы именно Concept One. Тут два ремака бы затащили. Вот они, видите, схожи по ускорению. Ну вот дальше, как вы видите, рейтинг Детамаса, Волхава, Кунтаж и Имова. Кстати, я обратил внимание, что Волхава, Кунтаж и Имова заканчивается на 23. Ничего себе! Вот это! Да, гонки продолжают быть эпичными. Да, заметил, что по ускорению. Вот у Волхава 82-23, у Кунтаж 81-23, а у Имова 80-23. Как-то так интересно получается. На одну единицу ровно у каждой из этих тачек больше. Но именно вот Concept S здесь бы нормально вытащил по своему ускорению. Ну вот, тоже интересный момент был в середине этой гонки. Пытался я там по более быстрому пути, через каскад, но вышло так, как получилось. Но опять же удалось выжить. Видите, что в первой гонке я выживаю просто как могу тогда на финише. А здесь где-то, ну плюс-минус в середине трассы тоже пришлось выживать. Ну и эту гонку я также смог выиграть. Ну что-что-что по красным. 2 миллиона 66 тысяч красных и как бы едем дальше искать третью гонку этого сетевого тест-драйва. Так, Осака в этот раз попадается. О, уже чуваки залетают, которые находятся в Платиновой лиге. Вот это вот какой-то эпичный океан. Попадается, он уже в Платине находится. Плагнали в Осаке. Ну и давайте посмотрим по управлению. Как бы здесь себя почувствовал Concept S по данному показателю. И здесь бы он находился на четвертой позиции. Среди всех которых были А-класса, с которыми я сравниваю и выиграл бы здесь Lamborghini Countach. У него практически 86. Потом на втором месте был бы Concept One. Дальше Valhalla, потом Concept S бы шел, потом датамаса и замыкает вот этот вот, вот этот топ показатель управляемости иммала. Да, но все-таки управляемость такой интересный показатель. Да, и можно еще, если учитывать дрифт, например, у этой тачки дрифт довольно резкий, хороший. У тоже иммалы дрифт тоже резкий, но вот по цифрам, ну я рейтинг по цифрам составляю. Тут иммала бы пасла задних, да, получается. Ну вот, вот я захожу в дрифт и вроде как ничего, нормально. Ну вот этот эпичный океан, ну да, чтобы он не разбился, ну, наверное, он заслуженно зашел уже в элитную лигу. Вот он тут победил. Ну, в принципе, да, вот то, что первое сразу бросилось в глаза у этого ремака, то, насколько здесь такой резковатый дрифт. Ну, в принципе, это приятно позволяет лучше заходить в более резкие повороты. Так, ну что, будет возможность поквитаться вот с этим эпичным чуваком, который... Кто проживает на дне океана? Вот этот, наверное, я не знаю. Кстати, Fusion 3 попались нам в этом Clash. Наверное, нам будет очень больно. Ну да ладно, сегодня не про Clash. Сегодня про автомобиль, ремак Concept S. Ну и вот последний показатель это Nitro. И по Nitro тоже эта тачка вписывается где-то примерно в середину рейтинга. Она была бы на четвертой позиции. Здесь, как и по управлению, выиграл бы Countach в понитрухе. На втором месте здесь Детамаса, а потом Imola. Только вот на четвертом месте был бы Concept S. Ну и с заметным отставанием, конечно, две тачки. Это Valhalla и Concept One. У них Nitro так заметно не хватает. Ну вот опять борьба, кстати, с этим чуваком. Видите, ноздря в ноздрю просто едем. Ну кто же одержит победу в этот раз? Вот он решил все-таки как-то по прямой лететь. Я пользуюсь разворотами. Ну неужели у него так много Nitro, что он позволяет себе лететь прямо? Вот видите, я здесь не дрифтил, ничего. Аккуратненько зашел в поворот и за счет этого я его сейчас обогнал. Надо держать как-то это небольшое преимущество. Ой-ой-ой-ой, тут немножко занесло, но все-таки выхожу я на финишную прямую и давай. Вот Nitro уже закончилось. Вот он сидит буквально на хвостях. Хватит ли мне или нет? Да, вроде бы. Вот вы посмотрите, какой четкий камбэк получился против этого океана. Ну реально, вот эти первые гонки, они практически все прошли эпично и действительно интересные заезды получились. Поэтому я хочу еще, хочу еще покатать на данной тачке. Давайте я ее заправлю и еще пару каток проеду на ремак концепт С. Так что, как видите, народ, вот это мое небольшое исследование показало, что ремак концепт С реально очень хорошо бы вписался в А-класс. То есть он нигде бы не обладал очень хорошим преимуществом по какой-то из характеристик. С другой стороны, он нигде бы очень сильно не отставал. Он по каждому из показателей находится где-то плюс-минус в середине. То есть по совокупности всего он очень хорошо бы подошел для класса А и был бы, ну таким, знаете, скажу, хорошим конкурентом для всех топовых автомобилей, которые там сейчас находятся. Ну а вот то, что касается его поставили в С-класс, вот тут мы, конечно, сразу понимаем, что вот эти характеристики для С-класса не особо катируются, поэтому в данном классе автомобиль, ну, довольно-таки посредственный. Ну и вот давайте... Ой-ой-ой, тут не докрутился разворот, ну да ладно. Давайте вот суммируем всю вот эту тему, которую я провел. Я решил заморочиться еще раз. И вот давайте я представил так, что вот мы по каждой характеристике с первое по шестое место я сделал, а теперь если бы каждому автомобилю дать там определенные очки, да, вот за первое место в том или ином показателе 6 очков, за второе 5 и так далее. Вот какой был бы итоговый топ. И здесь выиграл бы Lamborghini Countach, получив в общей сумме 16 очков, а вот Concept S был бы на втором месте и получил бы 15 очков. Tetamas и Valhalla бы разделили третье-четвертое место по 14, Concept 1 получил бы 13, а Imola была бы на последнем месте и только 12 очков у нее было. Ну, это, конечно, ну, такое, мы понимаем, что, да, ну, такой рейтинг, основанный именно на цифрах характеристик. Есть еще там ощущения от вождения, есть еще показатели физики, все, разницы, опять же характеристик, да, это я бы там 1 очко, 2, 3, 4, 5, 6 давал, как бы, да, а мы можем посмотреть на разницу, если там Imola едет на 11 км в час быстрее, чем Concept 1, ну, это заметно быстрее, да, ну и все остальное. Ну, вот мне даже самому было интересно так немножко провести такой рейтинг сделать. Я удивился, что Imola в нем заняла последнее место по характеристикам. Ну, окей, но вот Concept S был бы на второй позиции. Ну, вот, опять же, из-за того, что он в S-классе, ну, я как-то не вижу особого смысла в тачку очень сильно вливаться. Но из-за того, что у этого автомобиля нет ключа и, в принципе, возможно, я дойду все-таки до 200 условий. Ну, там пока что я точно не знаю. Возможно, еще придется в франк ивента там вливаться, чтобы его на вторую звезду поднять. Тогда, может быть, хватит. Ну, если хватит, тогда, ну, наверное, я пойду все-таки на то, чтобы эту тачку чисто для коллекции открыть. Так что, если это произойдет, ну, в каком-то виде проведем там или стрим или видов что-нибудь посмотрим. Так, ну что, в этой катке я выхожу на первую позицию, хотя почему-то показывают вторую. Вроде бы, спереди меня никто не едет. Ну, и что, странная синхра. Давайте финишная прямая и... Что это за хрень? Ага, вот все-таки на финише показала первое место. Просинхронизировались эти сервера, но тоже довольно близкая была интересная гонка вот с этим чуваком. Так что заезды получились четкие. Ну и этот автомобиль в целом, я же говорю, он ну, доставляет приятные ощущения, но, опять же, только для А-класса, а не для С. Ну, а вы, народ, напишите в комментариях, вот, как вам зашла эта тачка или нет. Вот, если бы она была в А-классе, вот, шли бы вы на вливание в этот автомобиль или нет? Вот интересно ваше мнение. Ну, и спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь. Если еще не подписаны, до 6 подписчиков остается всего ничего. Удачи вам на трассах асфальта. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok